Весенняя приземная кампания завершилась. Павел Ахмедович, справился ли военный комиссариат с заданием Генерального штаба? Военный комиссариат города Искитима с поставленной задачей вышестоящим командованием по призыву граждан на военную службу в городе Искитиме, Искитимском районе, справился. То есть установленное задание мы выполнили в полном объеме. Также мероприятия призыва прошли на территории города Искитима, Искитимского района без пришествий. Какие заключения чаще всего дают медики? Органы дыхания, органы по неврологическим и также по врачам-специалистам хирургического профиля. Есть заключение врачей-специалистов, что по данным основаниям ребята не могут проходить службу или предоставляется отсрочка. Но по большей степени в основном врачи обследуют, смотрят, дают какие-то обязательные рекомендации. И через полгода, когда отсрочка заканчивается по реабилитации, по состоянию здоровья, они будут также обследованы по медицинским показаниям. Если не будет все хорошо, все будет соответствовать, то они будут также направлены на вооруженные силы. По отсрочкам по здоровью Вы уже сказали, есть ли отсрочки по другим причинам? У нас больше 200 человек было предоставлено отсрочка именно для обучения в образовательных учреждениях согласно федерального закона о воинской обязанности военной службы. Павел Ахмедович, есть ли уклонисты или ребята, которые не явились на призывную комиссию? Именно уклонистов в городе Искитиме, Искитимском районе нет, потому что, во-первых, они должны быть признаны судом, потому что это уголовная ответственность. По административной ответственности привлекались. Порядка 15 человек были привлечены к административной ответственности за время призыва. Именно за неисполнение обязанностей в области воинского учета были привлечены к административной ответственности. А в основном, конечно же, проводятся профилактические беседы и совместные рейды с сотрудниками полиции. Из 12 рейдов, которые в ближайшее время были проведены, в основном, я бы сказал, что среди ребят есть поднимание. И вот такого, что было в 90-е годы, может быть, даже в начале 2000-х, такого уже понятия нет. Если ребята, конечно, бывает, что переживают, они приходят с родителями, и мы точно так же на призывной комиссии разрешено, чтобы родители присутствовали. Ну, конечно, сейчас в связи с тем, что проводятся противоэпидемиологические мероприятия, конечно, все маска в перчатках, но при всем при этом мы стараемся, чтобы, ну, с соблюдением социальной дистанции мы стараемся при том, чтобы, если родителям точно так же все объяснить, все рассказать, чтобы это было совместно, и они приняли решение именно о прохождении военной службы. Это уже третья призывная кампания, которая проходит в условиях трудной эпидемиологической обстановки. Какие меры соблюдали на этот раз? Те мероприятия, которые были установлены вышестоящим командованием весной 2020 года, они у нас продолжаются, и отмены по данным мероприятиям, то есть по ослаблению не было. То есть социальная дистанция, маски, перчатки – это обязательно. Также у нас на сегодняшний день получено почти в каждом кабинете, где присутствуют призывники, работает рециркулятор воздуха, который мы с военного комиссариата Новосибирской области получили, и выставлен медицинский пост, термометрия, то есть это обязательные вещи, которые фактически нам уже приходится с этим жить, и мы ослаблять, я как понимаю, что не приходится даже думать о том, что будут такие вещи отменены, пока по крайней мере. Куда пошли служить эскетимские ребята? Мы направляли ребят по всей территории нашей необъятной страны. У нас наши ребята служат и в Калининграде, и во Владивостоке. То есть фактически можно сказать, что во всех округах, во всех, где присутствуют наши ребята, можно сказать, в каждом городе есть, воинские части для прохождения специальной службы, это президентский полк мы направили из города Эскетим, Эскетимского района, двух ребят, которые прошли сначала предварительный отбор, потом отбор на областном сборном пункте, также отбор представителями федеральной службы охраны, и были зачислены для прохождения службы в президентский полк. Есть ли среди эскетимских ребята, которые выбрали службу по контракту? С 4 мая 2019 года президентом Российской Федерации принят указ, по которому ребята, ранее же только те, кто имеет высшее образование, имели право выбора или идти на срочную службу, или идти на службу по контракту, то на сегодняшний день у нас получается, что ребята, имеющие среднепрофессиональное образование, окончившие техникум и колледжи, точно так же имеют право выбора. И получается, что нас вот в этом году на призыве 11 ребят изъявило желание вместо срочной службы пройти на военную службу по контракту. Павел Ахмедович, есть ли ребята, которые захотели связать свою жизнь с военной службой и решили поступать в военные вузы? Работа по отбору кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения велась. Значит, у нас получается, что порядка 30 человек изъявило желание поступать в высшие военные учебные заведения. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой командованием Министерства обороны Российской Федерации было принято решение о том, что ребята могут проходить вступительные испытания по месту дислокации. То есть у нас в Новосибирской области на базе Новосибирского высшего военного командного училища мы направили ребят для прохождения вступительных испытаний. То есть, к примеру, учиться он был в Санкт-Петербурге, а вступительные испытания проходили у нас здесь, на территории Новосибирской области. Мы будем только к сентябрю знать. К нам придет выписка из приказа, где будет сказано, поступил данный кандидат или не поступил, прошел испытание или нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова